Илита Арксплюй Продакшн представляет В общем давайте мы его поприветствуем Всем привет Ну что же давайте приступим Калибровка Мы поговорим про калибровку нового аккаунта То есть допустим Ну вы там сидите у вас там 2500 ммр Соло ммр Вы сидите думаете О у меня все плохо там Все жизнь говно Что делать как подняться до 3 до 4 к ммр Ну скажу вам честно Что это будет очень сложно вам сделать с 2000 до 3 до 4 подняться Или с 3 до 4 И некоторые идут по другой схеме Они просто создают новый аккаунт То есть вы Создаёте новый аккаунт стима Бесплатно ставите доту Что вам нужно сделать Во первых вам нужно набрать 50 уровень трофея Самое главное не путайте Не 50 уровень профиля Да то есть у вас открыта дота Сейчас не могу показать доту Не могу ее открыть У вас открыта здесь дота Здесь уровень Вам не он нужен 50 Нет Вы заходите в свой профиль Нажимаете И там вверху будет такая ссылка Трофеи И там нужен 50 уровень трофея А 50 уровень трофея Это примерно 15 уровень вашего профиля Когда вы набиваете 50 уровень трофея У вас потом идут 10 калибровочных игр Давайте сейчас любого героя возьмем Ну например Queen of Pain Вот она Queen of Pain То есть у вас потом идут 10 калибровочных игр И уже после этих игр вам дается конечный рейтинг После этих игр То есть Но во первых Все советы Я вам говорю Все секреты Все рассказываю Мало кто понимает Что рейтинг Он не дается с первой игры сразу То есть Ну вот У вас пошла первая игра калибровочная У вас вверху То есть вы будете уже играть рейтинговую игру Да У вас будет вверху написан Средний рейтинг Но он дается не просто так С воздуха взялся И первую игру вам дался Там средний рейтинг Например 3.700 или 4.000 Да Просто так Нет Очень сильно на Этот рейтинг Он называется просто Скрытый рейтинг Скрытый рейтинг Высчитывается Самой первой игры На этом аккаунте То есть Вы будете играть До 50 уровня трофея А еще смотрите 50 уровень трофея То есть Вам чтобы набрать его Нужно сыграть Насколько я помню 150 игр То есть Вы создаете новый аккаунт Играете 150 игр Неважно Выиграли Проиграли Сыграли 150 игр У вас по идее Будет примерно 50 уровень трофея И вы можете калибровать Получать рейтинг Все Профит То есть А задача в том Чтобы сыграть 150 игр Так смотрите Еще Что важно Да Что важно Я сбился с мысли А так вот Смотрите Мы набиваем 50 А я рассказывал Про скрытый рейтинг Да Так вот Скрытый рейтинг Берется средний Берется средний Химо Не химо Нет Из аниме Берется средний Хиро дэмэдж Хиро дэмэдж То есть Из моих слов Понятно что влияет Больше всего На ваш Стартовый Рейтинг Хиро дамаг Хиро дэмэдж Еще раз говорю То есть Вы отыграли 150 игр Они суммируются Берется средний Хиро дэмэдж И по нему Уже вычисляется Ваш стартовый Соло рейтинг Ваш стартовый ММР Он может быть Как 4200 4500 По разному У товарища Было 4900 И такое может быть Вполне То есть Стартовый рейтинг 4900 Но больше 5К Я таких случаев Не видел То есть По идее Вы не можете Откалибровать Аккаунт Больше чем на 5000 То есть Даже сама система Это не предусмотрено По крайней мере Я ни одного Такого человека Не видел Кто смог Откалибровать Больше 5000 Просто невозможно 5900 Ой 4900 Можно 4900 Можно Но не больше 5000 Что я вам сказал Куда я пошел Я не знаю Еще раз давайте Берем героя Ну Про героев Сначала Давайте расскажу Какими героями Можно калибровать Само собой Как я уже сказал Раз Влияет Больше всего На ваш рейтинг Это просто 100% информация Я вам говорю Потому что я уже Много калибровал Аккаунтов Влияет Хиро дэмэдж Значит нам нужно Брать героев Которые могут Нанести этот Хиро дэмэдж Но не так что просто Хиро дэмэдж Он расширится Не просто так тупо Ну давайте я сейчас Возьму этого героя Например Арка Арк 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 Любой матч берем Дайте мне любой матч Ну вот Любого человека Топ 1 За арка Нет реклама пошла Все убираем Убираем Реклама нет Вот берем этого человека Вот он сыграл матч Да Кстати у него Везде рэпиры Лёнь смотрите Пацан играет за арка Как вам игра за арка Везде рэпиры Ну берем эту игру Где три рэпиры Стандартная игра Абсолютно Мы видим Вот Хэдэ Обязательно зарегистрируйтесь На этом сайте То есть вы создали аккаунт В настройках аккаунта В доте в самой Заходите в доту Настройки Включаете И там есть галочка Общая доступная статистика Ставите галочку И потом вы сможете сюда Вот На дота баф Довести свой никнейм И найти себя Находите И постоянно смотрите Здесь свою статистику То есть вы должны Молиться на дота баф Просто читать молитвы Тут вы все увидите Там свою статистику В первую очередь Скилл брекет Я вам позже про него расскажу Ну вот Сыграл пацан за арк Да У него 19200 хиро дэмэджа В принципе это не так Ну это нормально За 36 минут Это в принципе хороший показатель То есть Ну будем считать что 20 тысяч 20 тысяч хиро дамага Хиро дэмэдж Первое место в команде Да Второе место из 10 человек Вот именно на эту цифру Вам нужно молиться На этот показатель ХД То есть Если вы занимаете В своей команде Первые места По хиро дэмэджу Да То вы будете всегда Подниматься вверх То есть Вас будут кидать Выше по скилл брекету То есть например Если я сделаю новый аккаунт Почти всегда Вы сыграете 4 игры По скилл брекету Сейчас я вам покажу Еще раз Вот например Этого чувака Смотрим Вот У него Вот скилл брекет Видите Very high skill Есть просто high skill Есть normal skill Самая низкая Это normal skill То есть это просто Днищевская Если вы делаете новый аккаунт У вас по моему Первые 4 игры Может быть будут На high skill Это по моему Зависит когда вы создаете новый аккаунт И там ставите галочку Вы играли в доту Вы играли в похожие игры Вы не играли в доту Если вы ставите галочку Не играли в доту Скорее всего у вас будет Стоять normal skill Если вы играли в доту Ставите у вас Первые 4 игры Это всегда абсолютно У меня high skill А потом сразу перебрасывают На very high skill И потом все игры У меня идут Very high skill Но very high skill Он тоже однозначно влияет На ваш стартовый соло ммр Ну в принципе Он также считается Вот хиро дамаги И так далее Но хиро дамаж Он считается не просто так тупо Да Там получается суммируется Как хиро дамаж Так и Сколько вы регенили здоровье Союзникам Вот хе-хе Хилинг То есть Например вы играете за Вич доктора Вы хилите остальных За дазва Там за Некрофоса И тому подобное И суммируется с Tower damage То есть С уроном Нанесенным по Вышкам Ну я бы не сказал Что Например если вы нанесли 20 тысяч урона По вышкам Это будет эффективнее Чем хиро дамаж Это пока еще не проверено Это сложно проверить То есть Нанести 20 тысяч По вышкам Это почти нереально Я как-то считал Да Получается Снести 6 вышек Это будет только 9 тысяч Дамаги И то если вы только Вы будете соло бить Эти вышки Ну это что-то бред Так вот У него 19 тысяч Что самое важное Смотрите Важно занимать Лидирующие места В команде По хиро дэмэджу Это первое Второе место Первое место Идеально Вас будут Быстро поднимать Веры По скилбрейкету И у вас все будет идеально Вам будут кидать Хорошие команды Но только более-менее Сильных людей Второе место Ну ладно Неплохо Хоть что-то Да Но третье места И ниже Это уже плохо То есть Вас потом будут Опускать вниз Вас будут кидать на Хайдж скилл То есть Если вы занимаете Вот если у вас цифра Хиро дэмэдж В команде Третье, четвертое место Третье, четвертое, пятое Это плохо Это просто плохо Наши поиграть Из-за того героя И делайте все неправильно Поэтому занимайте Первые В идеальные места Ну Так себе Вторые Ну конечно Самое лучшее Когда вы вообще Первый из 10 человек Ну даже если вы В первой команде Это уже Ха-ра-шо Так Ну теперь Давайте я скажу Кем можно набивать Хиро дэмэдж Основные герои Ну сейчас типа Говорят что есть Абуст Какой якобы пошел Да И то непонятно Он только недавно появился Типа люди пикают Оракула Да Оракула Ну я не буду здесь его искать Неважно Его берут Оракула Покупают ему Короче Колбы на регены Манны Да И набивают Хилинг Хиро То есть Реген Здоровья союзников То есть они просто Берут героя Да в начале игры Там куча колб Регена Манны И всю игру Просто хилят 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 союзников И в итоге Они Хилинг Набирают больше Чем хиро дэмэдж Команде Но Люди говорят Многих что-то Обуз Да Но пока непонятно Какой в итоге Результат То есть я не думаю Что сейчас кто-то смог Отыграть 150 игр На нем Да И увидеть Какой рейтинг выпал Поэтому про Оракул я ничего Говорить не буду Но поехали Ну во-первых Один из самых лучших героев Здесь такая неудобная Таблица Вообще неудобная Просто герои Все в куче мала Просто Очень неудобная Таблица Не как в доте Самый лучший герой Это Тинкер Однозначно Давайте я даже буду Так искать Потому что я так замучаюсь Искать его Это Тинкер Это Самый сильный герой Именно по хиро дэмэджу Но Проблема в том Что вам нужно Уметь за него играть Потому что Видите У него все скиллы Именно на дамаг идут Поэтому он в принципе Занимает лидирующие места Особенно если вы Пряморуки Если вы там соберете Какий нибудь Этериал 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 Блэд по-моему Как называется Я уже забыл Этериал Короче соберете Вот он Этериал Где Покажи мне название Чувак Да Этериал Блэд Если вы его Соберете Дагон Соберете То там будет Просто невероятный Дамаг Ну вот В любого Возьмем МП КПи Сколько Вот у тебя Хиро дэмэдж Так я на ритуал нажал А надо сюда нажимать Надо на это место нажимать Он покажет тогда Нам его игры Последние Вот последние игры 12 убийств В среднем 3 смерти 12 помощи Вот любую берем Рэнкет Давайте возьмем Смотрим 33 тысячи Как вам эта циферка Организовалась На экране Это при том Что вот этот вот Арк Да убыточный Он играл с тремя рапирами Здесь человек не играл С рапирами У него 33 тысячи Хиро дэмэдж В принципе Скорее всего Если мы сложим Команду Нет Ну здесь не будет Больше чем у всей команды Но часто У тинкера Больше хиро дамаг Чем у членов команды Вместе взятом Это самый лучший герой Но я говорю Что очень мало Кто умеет За него играть Ну например Стример Убиканов Я думаю Что многие его знают Он играет Просто великолепно У него За игру Почти за каждую Он тоже соло играет Когда у него там По 25 По 30 убийств По 30 убийств Ну поэтому Хиро дамаг Там под 40 тысяч идет А потом Потом идет Полегше Варят Тоже очень интересно Это Queen of Pain Это Квапуля Она тоже может добивать Хиро дамаг Потому что В первую очередь У нее все скиллы На дамаг Ну кроме второго скилла Это ультимейт У нее массовый Получается Если в игре Часто враги будут Собираться в пятером Вы ультуете И набиваете Киро дамаг Набиваете 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 И все остальные скиллы А дальше Можно взять Уже других героев Типа таких танков Бристалбеки Я видел набивают Но там все сложнее Мне кажется Будет А Думы тоже У Дума Отлично получается Набивать Через Блэдмейл То есть Вы врубаете Блэдмейл Врубаете огонь Вас бьют Вы отражаете урон Там ульта у него И так далее То есть Он тоже нормально набивает То есть можно выйти на лидирующие места Можно за спектру Выйти на лидирующие места Но вы наверное ждете Когда я скажу Слово Зевс Да Да Зевс Он реально является Одним из таких Фаворитов Потому что Это герой Который Ну Которого легче всего Набивать Hero Damage Он может нереальный Hero Damage Набивать Ну давайте возьмем Любого человека Тебя возьмем То есть Если например Я играл За Квапунда И в моей команде Был Зевс Никогда я не мог Его перехиры Дамажить Никогда Он всегда Абсолютно занимал Лидирующие места Даже Если у меня была 100 То лучше Ну где-то Это игра тупая Здесь у него Когда 42 То есть Он понятно Что он лидировал По жесткому Ну за 30 минут 38 тысяч Hero Damage Как вам такая Картинка Но Вот оно что Одна проблема Да После того Как Пофиксили Зевса Да И сделали так Что Hero Damage Учитывается Только в радиусе 2000 То есть Ему теперь Он не может стоять Просто на базе Ультовать Ему нужно Идти И ультовать Рядом с врагами Да Я не знаю Насколько это эффективно Стало за него Абузить Честно Я за последнее время Не знаю вообще Кто Кто бы Обузил 150 игр За этого героя 150 игр Сыграл бы И Какой бы у него Был рейтинг Я не думаю Что он там 10к наберет Наверное Такой же будет Обычно Как и у всех 4200 4500 Кстати В среднем Получается Рейтинг 4500 4300 От калибровки Это такой вот Еще мне кажется Что Вот нам указывается Hero Damage Я не знаю Насколько он точен Или он указывается Полностью По всей карте Или В радиусе 2000 Если здесь указывается Не правильный Hero Damage А полностью По всей карте Да То это обман И реально Это подстава Поэтому Я не советую Калибровать На зипсе Честно Не советую Лучший вариант Это тинкер Но мало кто За него умеет Поэтому играйте За квапу Вот просто Квапа Шикарный Вариант Также Некрофос Тоже может что то сделать Если ему собрать Дагон Да Там Все у него Будет отлично Ультовать По КД Самое главное Это да Это активно играть А Инвокер Тоже Чуть не забыл Инвокер Очень часто занимает Лидирующие места У него очень сильные Прокасты Особенно там С рефрешером Спокойно Давайте опять его нажму Посмотрим Что быстренько МВП По-моему везде Все герои МВП команды Ну вот Инвокер Да Кто у нас здесь еще есть Квапа 10 тысяч Ну это команда Проигравшая Инвокер 26 тысяч Ну вот видите О чем я говорю Вот Просто я показывал По-моему героям Которые реально Уходят Самый верх Кстати еще Я недавно сыграл За профетку В принципе Она тоже неплохо Набивает У нее ульта Очень сильно Тем более Там физ урон идет Хороший вариант Но лучше Надо экспериментировать Просто берите Инвокеров Хотя я их так Беру в каждой игре Тинкера Квапу Зевса Я не советую Еще раз говорю Может быть Он такой же Эффективный Как и раньше Да Но Никто не может Сказать это точно Остался он Такой же Эффективный Или Нет Еще смотрите Когда вы будете Играть Эти 150 игр И потом 10 калибровочных Победа Или проигрыш Не важна Это просто Посрать Абсолютно Самое главное Просто быть Лучшим По хиро демеджу Ну или второе место Но лучше первое Занимать Ну и все В принципе То есть Просто активно Участвуем За местах Например За клопу У нас появляется Ульта Сразу ультуем В пятерых Если можем Участвуем Участвуем Или тинкер Постоянно По коды Ракеты 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 Носим дамаг Все Заканчиваем Игру Здесь даже Важно Не столько Сколько мы Нанесли Именно Цифру Например 30 тысяч Или 50 тысяч Это лучше Чем 30 Нет Здесь самое главное Просто какое мы Место занимаем В команде Вот что самое важное Именно первое место Или второе Вот к чему Стремитесь Первые места Занимать Все Вы отыграли 150 игр Вас скинуло На very high Скину Всегда Еще раз говорю Смотрите Именно Сюда Смотрите Дота баф Всегда Абсолютно На каких На каком Скилбрекете Вы играете Вот видите Человек играет Very high skill High skill Very Normal Кстати Если у вас идет Very high skill Например Вы сыграете с другом У него normal У вас будет игра Normal skill Именно с другом А потом Когда вы будете играть So У вас будет обратно Very high skill Все Отыграли Если вы видите Что у вас пишет Very high skill Это хорошо То есть Вы примерно Уже получите 3700 ммр Минимум Минимум Запомните То есть Если у вас Very high skill В течении 150 игр Пишет И уже Скоро будет Калибровка Остается Very high skill Значит Вы 3700 Получаете Минимум 100% Это будет Ваша начальная игра И что самое важное Когда будет 10 калибровочных игр Это самое Главное Именно В этой калибровке То есть Вам нужно Нереально Потеть Это самые Важные игры Если вы Например Сыграете плохо В ней То есть Там будет Кда Ужасная Ну Прогадай Сейчас скажу То есть У вас Там будут Хиры Дэмэдж Четвертое Пятое Место В команде Это нереально Сильно Повлияет Просто Вас Опустит Очень сильно Вниз Вплоть До 300 Там 500 Ммр Отнимет Представляете Да То есть Вам Вначале Дало 4 500 Или 4 900 И Отнимет За одну Игру Аж 500 Ммр Вы будете На 4к Вот так Вот Обычно Так оно и бывает Когда ты начинаешь Калибровку Тебе сразу начинает Не вести с команды Команда аутистов И так далее Но Все равно Потом можно Даже если вас Опустило на первой игре За остальные 9 игр Можно попытаться Подняться вверх Но если вы Сыграете все Плохо То вы просто С самого низу Упадете То есть Вы играете 150 игр Вначале Вы просто Даете себе Стартовый Ммр Скрытый Скрытый рейтинг Вы накапливаете И он появляется У вас в первой игре Вот для чего Вы это делаете А уже потом Здесь калибровочные игры Все это решают Где вы останетесь Про КДА КДА Оно не так важно Вот он КДА Это Кил Дэд И помощь То есть Убийство Смерть И помощь Там формулы есть То есть Получается Помощь суммируется С убийствами И делится на смерть Это получается КДА Оно не так важно КДА Как киро дэмэдж Безусловно То есть Если у вас там будет КДА Третье место Второе Это довольно неплохо Но лучше конечно Не делай Чтобы у вас все игры Были КДА Пятое место Это тоже будет плохо Тем более Мой совет Сделайте так Чтобы на калибровке У вас был хороший Хиро дэмэдж Когда будут 10 игр Калибровочных И не был самый худший КДА Мой совет Потому что мне кажется КДА тоже будет влиять На калибровке Именно То пускай у вас будет КДА Там второе Третье место Просто Самое главное Чтобы был хороший КДА Без смысл КДА Просто меньше умирайте Кто меньше умирает У того всегда Будет лучше КДА То есть Ну логично Если мы суммируем Это и это Мы будем делить На меньшее число То есть в итоге Цифра будет больше Правильно Вот такие вот пироги Все я считаю Я вам все рассказал Спасибо что пригласили Меня в эту студию Еще раз быстренько Делайте новый аккаунт Когда Вам нужно Отыграть Примерно 150 игр Вы получите 50 уровень Трофея За это время Будет вычисляться Ваш скрытый ММР Первая игра На рейтинге У вас будет Отображен Ваш скрытый ММР Да И все И там будет все решаться Вы можете Например Даже если вам дало Первую игру Труиз То 4200 Там и так далее То что не пугайтесь И идете вверх И все И в итоге У вас будет Там 4500 ММР В принципе Это хорошая Отправная точка Для того чтобы Поднять себе 5К Заветное Всем спасибо Кто меня слушал Субтитры сделал DimaTorzok